Добрый день всем! Мы продолжаем наш полный курс по недвижимости и сегодня мы разберем такую тему, где взять деньги на инвестиции в недвижимость. На самом деле для старта инвестиций в недвижимость не нужны десятки сразу миллионов, то есть можно начинать работать с бюджетами от 300-400-500 тысяч, особенно если вы живете где-то не в Москве, а в регионах. Можно сразу купить какой-то для начала небольшой объект, это может быть гараж для сдачи в аренду, это может быть мини-офис, это может быть кладовка, таких помещений кстати очень много в Москве, либо использовать как первоначальный взнос в ипотеку, те там 300-400-500 тысяч, которые у вас есть. Соответственно это можно делать в зависимости от того, где вы проживаете, для какого-то небольшого объекта, либо если вы живете где-то в регионах, можно даже на эти деньги рассмотреть какую-то студию. Есть несколько основных стратегий, с чего начать первые шаги. Можно откладывать деньги, накопить некую стартовую сумму и купить какой-то небольшой объект, тот же самый гараж. Можно купить большой сравнительно объект в ипотеку, ставки сейчас от 6%, то есть 5000, допустим, вы используете первый взнос, ну и еще там пару лямов вам дает банк. Можно взять деньги под залог той недвижимости, что у вас есть, если у вас есть какая-то квартира или загородный дом, под 10-11%, опять же на 20-25 лет можно вытащить деньги под залог и начать работать с этими деньгами. Можно в конце концов взять потреб кредит в банке, если у вас хорошая кредитная история, и тоже оперировать с этими деньгами. В качестве еще одной стратегии можете найти человека, у которого есть деньги, некого инвестора, и на каких-то партнерских условиях заключить с ним договор и оперировать уже его деньгами, тоже зарабатывая на это. То есть здесь важно понимать, что деньги есть всегда, надо просто искать методы, как, соответственно, стартовать, с чего начать работу. Прежде чем что-то делать, надо взять Excel и посчитать ту экономику, которая у вас выйдет. Если вы оперируете заемными деньгами, то у вас приходы от недвижимости должны перекрывать все ваши кредитные платежи, которые, собственно говоря, вы обязаны будете вносить в банк по кредитному договору. И так называемая дельта с объекта, то есть все те приходы, которые у вас есть, минус все те расходы, она должна быть, ну, как-то ощутимой. Там не тысяча рублей, не две тысячи рублей, там, ну, там семь, восемь, десять, пятнадцать, двадцать тысяч рублей уже та дельта, ради которой стоит, наверное, что-то делать. И на момент еще старта вы должны сразу придумать стратегию выхода из данного проекта. То есть это, скорее всего, продажа, поэтому, когда вы будете искать объекты, вам надо брать объекты действительно дешевле рынка. Вот здесь на слайде пример экономики у нас. Соответственно, здесь я посчитал экономику из расчета, что у вас семьсот тысяч собственных денег. Вариант номер один – можно взять гараж, взять семьсот тысяч, сдать его за пятнадцать тысяч в месяц, получить двадцать пять процентов годовой. В принципе, достаточно неплохая доходность. Вариант номер два – можно эти семьсот тысяч использовать в качестве первого взноса по ипотеке и взять ипотеку на двадцать лет по ставке. Ну, здесь я считал девять процентов, сейчас уже можно найти варианты получше. Поделить эту квартиру на две студии и здесь у вас в данной стратегии чистая прибыль составит в районе пяти тысяч, что, собственно, заставляет задуматься о том, насколько она вообще, насколько вам это надо. С одной стороны, ваши арендаторы гасят целиком ипотеку, с другой стороны, чистая дельта какая-то не очень большая. Но, опять же, квартира потом остается у вас, если вы готовы подождать 20 лет, то почему бы нет. Вариант три. На эти деньги по ипотеке берем нежилое помещение, сдаем его в аренду, занимаемся продажей юридических адресов и, опять же, здесь зарабатывает порядка 23% в год, что тоже, в принципе, неплохо. Под видео будет ссылка на Excel, где все эти формулы уже есть. Вы сможете подставить свои значения и прочитать несколько вариантов инвестирования, исходя уже из вашей ситуации, из вашего региона и из количества денег, которые у вас есть. Ну, и домашним заданием к сегодняшнему уроку будет определиться, собственно говоря, со стратегией поиска денег на первый объект недвижимости, который вы будете брать, тщательно просчитать всю экономику, особенно, если вы берете заемные средства, там, банковские, потребка, кредит, ипотека или деньги какого-то стороннего, лица состороннего инвестора. Пока мы делаем грубую модель, потом, по мере уроков, будем дополнять ее данными. Ссылка на Excel с формулами, опять же, под видео внизу. И самое главное – предприятие конкретных действий по поиску объектов, заявки в банки, поиск инвесторов в зависимости от той стратегии, которую вы для себя выберете после того, как вы просчитаете и данные, и экономику. Вы должны четко понимать, сколько денег вы реально можете изыскать для инвестиций, а данное понимание будет приходить к вам только с практическим опытом. И, соответственно, разместите отчет в комментариях под видео. На этом у меня все. Пишите вопросы в комментариях под роликом. Я отвечу на те вопросы, которые будут. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на наш YouTube-канал. С вами был Иван Севастьянов. Вы смотрите полный курс по невижимости. До встречи в наших следующих уроках. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok